здорово это ужасно я не могу на это смотреть без слез может хватит уже писать вот эти вот корявенькие буковки не я вообще не профессионал шрифтах ты можешь мне не верить и делать так как считаешь нужным но я хочу и могу помочь вот наборчик неплохих на мой взгляд шрифтов да они легальные если не собираешься их использовать коммерчески скачать конечно же можно по ссылке в описании а еще я расскажу о самих шрифтах и о том как их грамотно использовать acid label печатный потертый текстурированный шрифт его редко где можно использовать он неровный не стройный но достаточно реалистичный поэтому для надписи на реальных объектах фотографиях пригодится acrobat строгий минималистичный без украшений засечек и излишерств шрифт ничего лишнего если писать прописными буквами слова получаются ровными без выпирающих элементов подходит для заголовков строчный вариант в кириллическом стиле выглядит немного олиповато но вполне сносно жирный вариант шрифта мне кажется неудачным его использование очень ограничено архив нестандартный все из-за необычных точек примыкания у таких букв как в я в нем нет строчных букв только прописные надписи этим шрифтом выглядит в меру строгими углы букв скруглены это позволяет использовать шрифт практически везде архив шрифт с русским характером он очень нестандартные все буквы сильно переосмыслены авторы старались добавить русского колорита но и чтобы смотрелось не как в летописях а по современному длинные тексты им писать не стоит а вот заглавия название почему нет такие буквы очень красиво смотрятся в 3d авентура шрифт с эстетикой похода кемпинга лесорубов и природы его вряд ли имеет смысл использовать где-то еще кроме оформления всего что связано с природой например для комиксовой тематики из-за своей игривости он вполне подойдет браво строгий вытянутый шрифт длинные слова смотрятся очень даже прилично красиво выглядят надписи и заглавными и строчными хорошо выглядит вариант с раздробленными буквами но он пожалуй годится для заголовков булли строгий мрачный вытянутый шрифт выглядит стильно за счет скругленных углов кажется мягким и немного киношным тексты со строчными буквами выглядят плакатно как объявление лозунг клатч санс округлый мягкий вытянутый шрифт несмотря на это он достаточно строгий и легко читается подходит для заголовков длинных названий слоганов красиво смотрится списком и в заголовках не оттягивает на себя акценты хорошо впишется в кулинарные проекты и самоделки жирный вариант мягкий даже очаровательно плюшевый но без перебора хэппи фокс игривый похожий на рукописный печатный шрифт длинный текст таким шрифтом лучше не писать его очень сложно быстро прочесть подходит для веселых названий и заголовков рукописный шрифт который добавляет ламповости идеален для подписи к рисункам и мультяшной условности хайлайнер строгий стильный вытянутый технократичный шрифт тексты и писать бессмысленно а вот длинные заголовки самое она жирный вариант шрифта сложно куда-то применить кроме заголовка он слишком одиозный и притягивает на себя все внимание своей олиповатостью и некоторой несуразностью light вариант от этого избавлен хитч хайк рукописный небрежный шрифт идеарен для коротких аннотаций и подписей джун бак мультяшный крупный шрифт чем-то напоминает шрифт из ну погоди подходит для комиксов рассказов о мультиках развлекательном и веселом контенте особенно детском казман санс строгий вытянутый шрифт подходит почти подо все особенно заглавные буквы строчные не такие впечатляющие кэлсон санс можно сказать идеальный универсальный шрифт чистый легкий изящный подходит для любых заголовков и любых тем особенно красив в полиграфии коми очень специфичный и аутентичный шрифт современная интерпретация отсылок к культуре народов нашего севера если нужен национальный колорит то этот шрифт подойдет также он украсит любые темы про тайны и загадки и шаманов лимон твездей беззаботный размашистый шрифт маркером для придания легкости и небрежности в оформлении заголовков и названий идеален подходящие темы влоги и до самоделки лайфхаки логофонтик динамичный и стремительный шрифт подходит пожалуй только для заголовков он сам кричит свои темы игрушки лего распаковка мультики все что весело и мальчишечья длинные тексты категорически не любит маркет фреш округлый мягкий плакатный шрифт он отлично подходит как для заголовков так и для ценников на продуктах да много для чего он подходит мастерс шрифт созданные кистью удачный пример имитации текстов выполненных кистью в первую очередь подойдет для всего творческого и самодельного во вторую очередь для всего веселого беззаботного мультики комикс и еда мело легкий изящный рукописный шрифт издалека можно даже спутать с печатным если не нужна строгость но нужен стиль и четкость то этот шрифт подойдет море он болт расхлябистый лишенный строгости шрифт выглядит довольно игриво и небрежно часто использовать не получится но для заголовка со строчными буквами подойдет перфорама шрифт с характером очень самостоятельным и самодостаточен такой шрифт диктует все оформление сцены может пригодиться почти везде pixar целое семейство псевдо пиксельных шрифтов первый несмотря на всю свою пиксельность хорошо читается но набирать им длинные тексты не стоит второй вариант вообще прекрасно читается и сохраняет свою принадлежность к пикселям шрифты подойдут под игровые темы и все что связано с технологиями posterizer kg rounded округлый шрифт с засечками милый мягкий шрифт подойдет пожалуй подо все девчачьи темы пусть секет вы черно гламурный даже гротескно преувеличенный шрифт гламурно амурный и конфетно карамельный шрифт подойдет все темы связаны с бьюти блогами модой и безбашенным женским юмором если вы искали няшный шрифт то вот это он рейс классический армейский трафаретный шрифт от него просто веет тестостероном и мужской тематикой но для такого шрифта очень важен антураж им не стоит писать где попало и что попало желательно чтобы поверхность на фоне соответствовала теме идеально будет дерево металл асфальт и бетон руссу санс болт еще одна попытка создать а-ля русский шрифт с характером получилось ли это на мой взгляд да он очень строгий идеально выглядит в полиграфии но ему можно найти место и в оформлении видео просто у него есть характер русский и его не заткнуть следовательно стоит использовать хорошо выглядят заголовки мелкий текст тоже неплохо сансус вебиссимо довольно строгий но за счет легкости универсальный шрифт пригодится но не станет часто используемым слишком блеклый у него стиль широта округлый мультяшные веселый шрифт заводной и безбашенный настрой этого шрифта позволяет его использовать в любых развлекательных роликах он поможет подчеркнуть позитивный настрой и несерьезность происходящего видео есть только заглавные буквы строчные отсутствуют солена довольно специфичный рукописный шрифт сразу можно сказать что почерк женский следовательно такие буквки подойдут в первую очередь для авторов женского пола в их творениях терминатор генезис здесь из названия все понятно шрифт такой же как в фильме стоит ли его использовать где-то еще на почему нет суровый техно гротеск иногда нужен конечно такого рода шрифты со своим контекстом и истории могут иногда даже навредить творческим проектом поэтому используйте этот шрифт с осторожностью и умом волс аккуратный рукописный шрифт имитирующий надпись мелом на доске причем есть вариант сплошной и с проплешинами сейчас модно использовать оформление типа своими руками этот шрифт поможет ему обязательно нужен фон на котором он как бы написан просто повесить текст в воздухе нельзя это будет неестественно для такого шрифта лейкс один из самых удачных шрифтов вобравших в себя и техно тему и мягкость форм и четкость и строгость начертания очень универсальный но лучше всего он покажет себя в техно и интеллектуальных научных проектах турум необычный ультра узкий шрифт строгий элегантный очень крут смотрится когда текст написан с большим межбуквенным расстоянием хорош для заголовков и названий эксплор веселый безбашенный шрифт как будто написан пальцем на стекле или пальцем в туши или его даже выдавили из тюбика он даже блестит годится для всего веселого и мультяшного особенно коротких надписей и заголовков вот такая коллекция нет это не самые лучшие в мире шрифты и нет это не все шрифты которые придумала человечество есть еще несколько штук но я их не искал или не нашел как-то так если вам понравилась моя подборочка то не жалейте лайк и заходите почаще на канал вдруг здесь что-то полезное выросло до встречи